Добрый вечер, здравствуйте, вы смотрите Апрель, а это выпуск новостей за 15 января. Что сегодня интересного и важного произошло, расскажу вам опять я, меня зовут Манас Аджигитов. Для тех, кто ждет Юлию Кулешову, она на выпуске будет завтра, а сегодня у нее репортаж про границу. Сегодня в выпуске много будет про границу, об итогах кыргызско-таджикских переговоров, рассказал вице-премьер Джаниш Розаков. Тем временем, самого Розакова на митинге в Бишкеке перед Белым домом люди потребовали отправить в отставку и освободить четверых баткенцев, задержанных ранее за якобы провокацию во время последнего конфликта на кыргызско-таджикской границе. Но проблем на южных рубежах страны, видать, было мало. На границе с Казахстаном вновь многокилометровые заторы из фур. Наши северные соседи опять вели усиленный досмотр грузов из Кыргызстана. Расскажу также о реакции соцсетей на заявление Буронова об измерении уровня жизни кыргызстанцев количеством ишаков в селах и деревнях. И в парламенте депутаты обсудили поправки закон о защите от семейного насилия. Это заседание, думаю, надолго запомнится вопросом Камчебека Джолдашбаева. Депутат поинтересовался, а может убитые своими мужьями женщины сами виноваты. Начну с плохих, к сожалению, новостей. В Иссык-Кульской области от побоев скончалась 11-месячная девочка. В милицию Аксуйского района позвонили врачи местной больницы и сообщили, что к ним привезли годовалого ребенка в крайне тяжелом состоянии. Девочка была в синяках и без сознания. У нее диагностировали мозговую кому, отек головного мозга и анемию. Медики пытались реанимировать малышку, но чуда не произошло. Она умерла в отделении реанимации, не приходя в сознание. По данным источников агентства 24КГ, папа ребенка умер до его рождения, а мама уехала на заработки в Турцию и оставила дочку своим родным. В милиции говорят, по факту смерти ребенка начато следствие. В избиении девочки подозреваются родственники. Назначена судебно-медицинская экспертиза, когда я прочел это сообщение на лентах, сразу же представил грудного малыша, которого избивают взрослые люди. Я не знаю, кем надо быть, чтобы бить невинного грудного ребенка, чтобы он впал в кому. Родные малышки, кстати, как пишут в СМИ, уверяют, что не избивали ребенка. Девочка, мол, страдала эпилепсия и в тот день после приема пищи якобы ее вырвало, а потом она потеряла сознание. Ей пытались сделать массаж сердца и потом, мол, привезли в больницу. Делать поспешные выводы, конечно, нельзя, но меня мучает один вопрос. Откуда у нее на теле тогда синяки и гематомы? Милиция, надеюсь, разберется и в этом, и накажет по всей строгости закона тех, кто лишил девочку жизни. А еще я боюсь того, что завтра как бы кто-то из депутатов не задался вопросом, а может ребенок сам виноват в том, что его били. Как, например, это случилось с женщинами, которые умерли от побоев своих мужей. Но об этом чуть позже. Следующее сообщение также от милиции, но уже столичное в Бишкеке, как отмечает ГУВД, накануне вечера в микрорайоне Асамбай. Мужчина в маске с оружием ворвался в магазин народный, выстрелил в потолок, угрожая кассиру, забрал из кассы 30 тысяч сомов и скрылся. Милиционера Октябрьского района по горячим следам разбойника поймали, им оказался вот этот парень. У него изъяли украденные деньги, обрез с патронами, маску и перчатки. Я признаю свою вину, то, что сейчас совершил это. Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол по итогам вчерашних межправительственных переговоров. Встреча, напомним, прошла на границе между кыргызским КПП Хазылбель и таджикским КПП Гулистон. Стороны, как отмечается, подписали документы из 11 пунктов. Согласно ним, в течение месяца правовые рабочие группы должны представить согласованную позицию проектной линии границы протяженностью 114 километров. До 1 марта топографические группы должны проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками. Стороны также договорились продолжить совместное патрулирование на автодороге Чорку-Ахсай-Ворух и Кокташ-Ортобос. Договорились там поставить камеры и светофор. Необходимо также, как указывается в этом протоколе, активизировать всестороннее сотрудничество между Баткенской и Сагдийской областями, развивать социально-экономические и культурно-гуманитарные отношения между жителями приграничных районов. В целом мы увидели, что у таджикской стороны есть понимание и желание в совместном решении вопросов границ в части паритетного взаимообмена земельными участками. Мы обозначили дату встречи топографических рабочих групп двух стран на 21 января. Тем временем, самого Дженниш Розакова требуют отправить в отставку. В Бишкеке у Белого дома сегодня прошел митинг в связи с последними событиями на кыргызско-таджикской границе. Митингующие считают, что Дженниш Розаков и нынешний губернатор Баткенской области Акрам Адумаров не способны решить проблему границ с Таджикистаном. Участники акции хотят, чтобы область вновь возглавил Мамад Айбалаев. Митингующий также требует немедленного освобождения четверых жителей села Кукташ, которые ранее были задержаны по подозрению в провокациях. Вот, задержали наших четверых граждан, которые защищали свой дом, свою родину. Это Бердиев, Занедин, братья Сапарбаевы, это Усенбек, Улухбек, Нурбек. Они их просто так задержали. 18 декабря прошлого года. Со стороны таджикских властей, сотрудники спецслужб в гражданских формах, они начали стрелять в нашу сторону. Применили оружие, ранили несколько наших граждан, в том числе депутата местного Кенеша, Амамбая, рядовых граждан, даже сотрудников правоохранительных органов. Это что такое? А наши должны были просто так стоять, что ли? Но не все хорошо у нас в эти дни, не только на кыргызско-таджикской, но и на кыргызско-казахской границе. Наши северные соседи вновь усилили контроль над прохождением грузов на своих пунктах пропуска. И перед ними опять стоят сотни кыргызстанских фур. Перед КПП «Ахтиллег» стоят очереди из машин уже в три ряда. Почему такое происходит? Что опять не так? Юлия Кулешова разбиралась в вопросе. Основные направления моей деятельности есть в стратегии устойчивого развития до 2040 года. В том числе до 2024 года моя программа включена в эту стратегию. Все мои обещания в предвыборной кампании – все включено. Это соблюдение стабильности в стране, укрепление единства в обществе, ведение внешней политики, сфокусированной на интересах Кыргызстана. Вот тут спим. Вот условия полевой жизни. Скажите, а в день сколько солярки сжигаете? То есть ваши расходы? Ну, автономка где-то полтора литра в сутки, ну, два литра грубо. Ну и, чтобы батарейки не сели, 20-30 литров – это как минимум уходит. То есть, одни говорят, что рентген поломан, рентген работает, но почему-то полный досмотр происходит, если рентген работает. Вся проблема там, где-то в верхах. На своей итоговой пресс-конференции Сорун Байджейнбеков утверждал одно. Но вот очередь из фур на границе с Казахстаном. Некоторые водители здесь же встречали Новый год. 24 часа стою, что толку? Я неделю стою. Жить 9, неделю стою. Некоторые с 23 января, декабря здесь еще стоят. Этому водителю еще повезло. Рядом верные товарищи, которые помогли. Если бы не они, то убытков оказалось бы намного больше. Машина стояла, ушел, да, машина. Не сошлись. Слишком много, да, 500 машин стоит сейчас здесь. Вот, не можем проехать уже. Я неделю стою. Ребята, места мало было? Места мало было, да, битков, кропка стоит здесь. Видите, вот какое движение здесь. Не разъехаться, ничего. Короче, никто не помогает, не знаем. Каждый день простое здесь ощутимый удар по карману. Не только для компаний-перевозчиков, но и для самих водителей. В день уходит по тысяче и более сомов на солярку и еду. Машины работают круглыми сутками. У некоторых садятся аккумуляторы. Ситуацию на каргызско-казахской границе за последние дни неоднократно освещали журналисты разных СМИ. Но реакции от властей водители до сих пор не дождались. Просто, чтобы они сюда приехали или пожили их пару дней в машине вот так вот. Может быть, тогда в нашей школе побывают, а может быть, они тогда зашевелятся. Просто пока в нашу шкуру не залезешь, никто не поймет этого. Ситуация с Казахстаном ухудшается с прошлого года. Однако, по словам водителей, на место никто из официальных представителей власти не прибыл. Ни одного депутата или министра здесь не было. Если не могут решать вопросы с товарами народного потребления, то пусть помогут нам с экспортом картошки. А то мы сами бегаем, сами решаем вопросы границ. Пусть подвинут с товарами народного потребления и разрешат нам проехать с картошкой по встречной полосе. А то уже два дня стоим, элементарно картошку не можем провести. За двое суток провезли всего две тонны картошки. Депутаты власти хвастаются, что из Кыргызстана экспортируются продукты. Но нам тяжело. Претензий к пограничникам Кыргызстана у водителей нет. На всю проверку у нашей стороны уходит максимум минут 15. А в Казахстане к проверке фур подключены несколько ведомств. Требуют, чтобы водители из Кыргызстана заезжали с некими электронными пломбами. Девятый день стоим. Стоим в сторону Казахстана, точно не знаем, что проблема. Говорят, электронную пломбу надо повесить. А на самом деле этот транзитный груз должен пропускать в Казахстан. Казахская сторона. Еще на прошлой неделе, 9 января, правительство Кыргызстана выступило за явлением принять необходимые меры для разрешения ситуации на границе и провести переговоры. Меры Казахстана наше правительство называет односторонними и нарушающими нормы Евразийского экономического союза. Правительство Кыргызской республики. При транзите товаров из нашей республики через территорию Республики Казахстан стороны на 8-м Кыргызско-Казахстанском межправительственном совете договорились проработать механизм обеспечения прослеживаемости грузов путем внедрения навигационных пломб для беспрепятственного транзита товаров по территории Республики Казахстан в интересах перевозчиков. Однако эти двусторонние меры обеспечения прослеживаемости товаров имеют смысл только в том случае, когда стороны четко согласуют механизмы его применения. Транзитные грузы они даже обратно возвращают. Ну это вопрос к комитету по доходам Республики Казахстан. Дополнительные нормы какие-то. И поскольку машина обратно выезжает? Ну иногда не заезжает. Это тоже не каждый день, но есть такие случаи. Сегодня на одну машину продвинулся, опять стоим. Сколько это может продолжаться? Сейчас если замерзнет полностью, это и цистерну варить надо. Это сколько? И семья без денег останется без еды. Проблемы скопления фур на каргыско-казахской границе возникали и при предыдущем президенте, Алмазбеке Атамбаеве. Сарамбаев Джейнбеков обещал вести внешнюю политику, ориентированную на интересы Кыргызстана. Но пока именно Кыргызстану приходится подчиняться правилам своих соседей. Юлия Кулешова, Аман Бакиров, Дмитрий Толстогузов, телеканал «Апрель». Сегодня в парламенте депутаты обсуждали поправки в закон об охране и защите от семейного насилия. В ходе обсуждения документа замглавы МВД Памир Асанов сообщил о том, что в прошлом году было зарегистрировано более 8 тысяч фактов семейного насилия. И по более 7 тысячам из которых было прекращено досудебное производство. В связи с тем, что потерпевшие написали встречные заявления. Сегодня депутаты вспомнили последний вопиющий случай смерти нескольких женщин, которые умерли от побоев своих мужей. И парламентарии интересовались узнать причины роста насилия в отношении женщин. Но удивился, кто же вы думаете, правильно, Камчебек Джолдошпаев. Он все время спрашивал про какие-то системы, а еще требовал узнать, а может в том, что жен бьют мужья, виноваты сами женщины. Какие показатели, которые используют семейные деревья? Ну и выпуск, как правило, принято завершать так называемым бантиком. Сегодня им будет замечательное высказывание вице-премьера Кубатбека Боронова. Чиновник уверен, что жизнь в стране налаживается. И знаете почему? Потому что, говорит он, в сёлах и деревнях люди уже не ездят на ишаках. Вот вы сами ездите по регионам на встречи. Сравните, 10 лет назад на встречи и собрания люди приезжали на лошадях и ослах. За последние 3-4 года я заметил, что в сёлах не встречаешь ни одного всадника. Если собирается 500 человек, то приезжают минимум 250 машин. Как раньше, в одну машину не садятся 5-6 соседей, а каждый человек приезжает на своём авто. Ни одной лошади. Я уже про ишаков молчу. Разве это не показатель улучшения жизни людей в аилах? Мне кажется, это долгожданный научный прорыв, друзья. Теперь все мы знаем самый классный и лёгкий способ определения уровня жизни сельчан. Я даже представил отчёт правительства в парламенте об итогах социально-экономического развития. Как премьер выходит к трибуне и на слайдах с диаграммами рассказывает о том, сколько осталось ослов по всей стране в целом, потом в разрезе областей и районов. Но не я один, пожалуй, подумал об этом. В соцсетях после слов Боронова начался флешмоб. Пользователи стали выкладывать фотографии с ишаками. Одни призывают над статком также не париться над кучей данных и применять лишь ослинный индикатор. Другие же хотят, чтобы ослы пропали не только в сёлах и деревнях, но и вы, сами думаю, читаете, где ещё. Ну а третий призывает премьера незамедлительно отправить в отставку Кубатбека Боронова. Говорят, уже не смешно, а стыдно. Ну а что вы думаете про всё это, пишите в комментариях. Спасибо, друзья, за вашу поддержку. Я благодарю всех, кто смотрит наши новости. Отдельное большое спасибо тем, кто помогает нам финансово. Я напомню номер нашего Эльцома 0-990-900-911. Также напомню, что вы можете поддержать нас и на краудфандинговой платформе Boosty. Всем огромное спасибо, всем добра, увидимся, когда увидимся.